Добрый день, дорогие друзья! Добрый день пользоваться телеканала! Сегодня вторник, 9 мая 23 года. Я вас приветствую из Страсбурга и мы продолжаем разговор о политике. Сегодня мне хотелось бы начать с поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, с их праздником, с Днем Великой Победы. Пожелать им здоровья, долголетия, как можно больше поводов для оптимизма. К сожалению, этими поводами сегодня я поделиться с вами не могу, поскольку сегодня у меня настрой ультра-пессимистичный, так как сегодня утром здесь, в Европарламенте, выступал канцлер Германии Олаф Шольц. Его выступление, его стратегия, по сути, является дождественной программой американских демократов. То есть я не заметила никаких особенностей или отклонений от того, что продвигает Вашингтон и, конечно, на первом месте Украина поставки вооружений. Поэтому я думаю, что американский генерал Милли, вы знаете, что это заглавный американский генерал, генерал Милли говорил о том, что в этом году конфликт завершить не удастся. Я не уверена в том, что с таким настроем его удастся завершить в следующем, но как бы то ни было, я хотела бы, чтобы вы представляли себе, что настрой канцлера Шольца на поставки вооружений, на дальнейшее спонсирование президентства Зеленского. Вы знаете, что фактически в настоящий момент на Украине больше нет экономики, то есть она всецело, украинское государство, скажем так, всецело поддерживается извне. Об этом говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но это не единственный момент, поскольку Олаф Шольца также отличился и в своем стремлении федерализировать Евросоюз, то есть он желает большей интеграции стран-членов Евросоюза с тем, чтобы они отказались от своего суверенитета. За это он был в полном смысле подвергнут астракизму со стороны профессора Левутко, это польский консерватор, который очень резко выступил против Шольца. Он сказал, что его место на галерке, поскольку его политика это одни сплошные провалы. Но то, что хочет Шольц, это хорошо известно, это уже хотят и европейские либералы, они хотят создать Соединенные Штаты Европы по образцу США. И для этого необходимо, чтобы страны отказались от своего суверенитета, по крайней мере частично, потому что в настоящий момент у каждой из стран есть право вето, то есть они могут наложить вето на те инициативы, которые им не подходят, которые они считают могущими, нанести им ущерб или не способствующими их прогрессу, их развитию. Так это происходит в настоящий момент. И Олаф Шольц заявил о том, что, конечно, это все морально устарело, что 27 стран, поэтому очень сложно найти консенсус. Это становится все сложнее и сложнее в этом безумном мире. Но безумный мир, говорю я, еще об этом не о безумном мире, а о безумной политике Евросоюза, говорил евродепутат Вилимский, но об этом несколько позже. Итак, то, что касается Олафа Шольца, то действительно он продвигает чисто американскую повестку и он желает лишить страны этого суверенитета, который у них до настоящего времени был. Конечно, я сомневаюсь, что они примут его предложение, потому что, несмотря на то, что лобби очень активно над этим работают, в первую очередь лобби либералов, лобби глобалистов, то есть таким образом они хотят окончательно и бесповоротно подчинить Европу себе, но пока что у них это целиком и полностью не получается. Вы знаете, что есть сопротивление, по крайней мере, в лице Восточной Европы, в лице Польши, в лице как профессор Левутко, польский консерватор, как премьер-министр Венгрии Орбан, выступали также венгерские депутаты, резко обсуждая идеи Олафа Шольца, они были солидарны с точки зрения о том, что ему место на галерке, потому что его политика, политика Германии, это от провала к провалу, и особенно профессор Левутко был возмущен тем, что Германия ввергла Европу в колоссальный кризис, колоссальный кризис, связанный с мигрантами, вы знаете, как это было, как Ангела Меркель пригласила всех мигрантов, всех желающих, а сказала, все приходите к нам, и фактически после этого она создала этот ажиотаж, колоссальные потоки, неуправляемые потоки беженцев, и, конечно, мне очень интересно было послушать, что он говорит по поводу беженцев и мигрантов, и выяснилось, что он, я бы сказала, солидарен с президентом Байденом, он желал бы как можно больше мигрантов, потому что он утверждает, что они будут работать, что Европе нужны рабочие руки. Некоторые депутаты при этом саркастически улыбали, потому что действительно достаточно анекдотично рассказывать европейцам про то, что мигранты приезжают сюда для того, чтобы работать, вот эти мигранты, которые не имеют даже базового образования, у которых нет паспортов, которые не знают даты своего рождения, у которых даже нет школьного образования, и что все эти мигранты будут работать в Европе, то есть это просто нереально, им нужно по крайней мере 7 лет интенсивных программ для того, чтобы социально, я подчеркнула непрофессионально, социально интегрироваться, для того, чтобы не быть шокированными, скажем, при виде женщины без чадры и так далее, то есть вы знаете эту специфику, я не буду пересказывать, но тем не менее это также весьма значимо, что Олафшу желает продолжения этой миграционной политики Ангелы Меркель, то есть он сказал, что надо лучше управлять потоками, лучше, то есть этот план, видимо, он также поддерживает, то есть что надо передать Еврокомиссии Мадат с тем, чтобы они распределяли между странами по квотам эти мигрантские потоки, этих мигрантов, которые продолжают пребывать, вы знаете, что в этом году сезон только начинается, уже 44 тысячи мигрантов прибыли через Средиземное море и французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен уже обвинил Джорджу Мелони в том, что это ее вина, потому что она не в состоянии справиться с миграцией, но на самом деле, конечно, эту ситуацию создали в первую очередь французы, когда заплатили 350 миллионов, как вы помните, Сарказей заплатил 350 миллионов на керосин, так сказать, условно говоря, для авиации с тем, чтобы разбомбили, разгромили процветающее алюминическое государство. И с той поры, в принципе, и началась эта проблема перемещения потоков мигрантов через Субсахарную Африку. Я вам рассказывала про пять путей через Сахару, которые существуют со средних веков. Мы еще будем об этом говорить, о том, что они теперь целиком и полностью захвачены трафиканами. Но Шольц не желает знать о трафиканах, он говорит о рабочих руках, которые пребывают, поэтому все больше и больше напряженности и непонимания. Это не единственная, конечно, тема, которая взволновала присутствующих и не только, поскольку были и другие темы, как зеленая энергетика, то есть он хочет продолжать, я бы сказала, обесточивать Европу, потому что в настоящий момент это просто нереально переходить на эти зеленые технологии. Ну, к тому же это достаточно забавно. С одной стороны, он предлагает оружие, 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 но вы знаете, что танки не ездят на морковном соке, вы знаете, и истребители, так сказать, на яблочных концентратах не летают. Дорогие друзья, это то, что я хотела сказать в двух словах о том, что Шольц это фактически американский посланник здесь, в Евросоюзе. Я от него лично ничего не жду. Я надеюсь, что эта информация была вам полезна. Как говорится, предупрежден, значит защищен, по-моему, это так звучит по-русски. Напишите мне, пожалуйста, я благодарю все, кто принимает участие в дискуссии, все, кто поддерживает мой канал, все, кто ставит лайки, пишет комментарии. Пожалуйста, не забывайте писать первым словом, откуда вы, чтобы мы понимали ваш контекст. И, конечно, отдельное грандиозное спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал, донатали на развитие. Спасибо вам большое за вашу и на следующее время.